Доброе утро, Тверпа. А, Глеб? Что я буду? А мы пошли. Хлеб наушники? Не могу. Тянет нас. Мама! Скажи страницу. Что? Что я сейчас закажу? Давай, говори мне. Хлеб. Ями-лями. Всегда они подают. Здесь шоколадочки бельгийские. Так мило. У меня горький. Не могу оградать эту атмосферу, но на улице так холодно один градус. А здесь так тепло. Приятно. Мяу, я даже красава. Когда будет? Сейчас попробуй. Я говорю, пожалуйста. Нет. Нет. Вкус много? Да. Да, взял. А зачем нам мед и зритель? Ты сначала попробуй. Глеб всегда недоволен. Чтобы он не ел, он не доволен. Да. 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 Всем привет. Изанна Тверфова. Пусть-то раз. Мы идем по весна непримечательной улочке. Здесь у нас сегодня холодно. Вот. Ну, думаю, что завтра он с кардамер будет еще холоднее. Хе-хе. А теперь осень. Получается. В общем, что у нас тут? А сегодня будем исследовать этот город. Смотреть, что к чему. Машины едят. Ребят. Ребята. Вот. И смотреть, чем он отличается от других. И наоборот, чем он похож на то, что мы видели до этого. Первое, что бросается по глазам, это большой город. Большой и такой крупный. По-моему, это после Брюсселя второй по величине город Бельгии. Как наконец обучились! А что за река тут? Шельда. Кажется так. Шельба. Ну да. От Антверпен лежит по обе стороны. От этой реки. Река судоходная. Потому что Антверпен... Очень красивый. Ну да. Антверпен это вообще порт бельгийский. Крупнейший. Один из крупнейших в мире. В десятку что-нибудь даже входит. Хотя вот так по нему не скажешь. Но в целом да, это так. Да. Мы в секретный дворик зашли. Здесь вот секретный проход вон там между домами. Вы попадаете в такое место. Очень прикольно. А, главная площадь Антверпена. Ее можно сказать жемчужина. Видите, вот в 9 утра и сколько сейчас в 10 утра? Там никого нет. Вот. Потом народный бежит. Все в лесах. Ой, небо все исполосовано. Да. Холодно. Ах. Из Антверпена я, наверное, не буду снимать много. Потому что у меня мерзнут руки. И я поэтому буду снимать только самое интересное. Тем более в общем-то они все похожи. Хотя понятно, что Антверпен помашет от них. Вот. Нам сюда. Нам сюда. Нам сюда. Нам сюда. Нам сюда. Чтобы не спали. Очень плохо. Мамочка. Мама. Что? Мама. Сейчас. Инглиш. Инглиш. Это лучше русский? А, инглиш. Понятно. Я хотела инглиш. Инглиш. Вот инглиш. А это русский. Отлично. Сейчас мы прочитаем все. В соборе представлены 4 картины Рубенса. Вот одна из них. Еще другая. Слушай, стой. Здесь... Это тоже Рождество Христово. Картина. Даже куда-то пошли в подземелье. Потом расскажет, что там. Я пошла дальше. Так он выглядит. Да вы ерундой занимаетесь все время. Нет, я хочу поиграть. Все, мы уходим от сона. Так. Мы идем по... Такой же шоппинг улице. Идем к музею алмазов. Да. Ну, я так понимаю, здесь магазин. Пешеходная. Большая, длинная. Называется Майер. Если по-немецки. По местному, может быть, Мэйер. Не знаю. Еще в четверг, четверг. Да, народу много. Может, у них праздники какие? Хэллоуин. Так. Мы шли-шли. Дошли до вокзала. Здесь куча бриллиантов продается, но нам это пока не интересно. Вот. А мы пойдем смотреть вокзал. Толма. Почему? Мне интересно. Как взял? Как взял? Как взял? Я еще думала ехать, не ехать. Смотреть его, не смотреть. В том плане, что я знала, что это самое главное. Вон, видишь? Вот тут поезды ездят. Давай руку, Борис. Вау. Вообще класс. Посмотри наверх. Вау. Здесь поезда. А вот смотрите. Сейчас пойдем поезда смотреть. Что ты имеешь в виду? Да. Мам, это ничего не понятно. Вон поезда, смотри. Это поезда стоит. Да, смотри. Они же не на таком этаже. Вишь, три этажа пошли смотреть. Три этажа. Вот смотри, вот они. Вон они. И стоят только первые этажи. Вон, видите? Три этажа. Вот первый самый высокий. Потом где черная колонна. Еще ниже. Везде есть. И люди сейчас куда-то едут. У нас дети первый раз на вокзале. Оказывается, они даже не знают, что сквозь вокзал. Мы им сегодня показали. И они хотят посвадрить поезда. Сейчас посмотрим, куда идут. У него три этажа. Непонятно. У него три этажа. Да, он видишь, уходит? Три этажа стоит. Уровень. А вот сами списаны поезда. Но мы никуда не едем сегодня. Откуда мы поднялись по лезвенности. Вот три этажа. Мы сюда сейчас будем выходить. Да, дети хотят посмотреть на поезда. Бедные дети. Надо их на поезды проходить. По Европе как-нибудь. Берденск. Берденск. Как это? А что это там? Опайка. Вон поезда стоят. Стойте, стойте. Аккуратно. Борь. Борь. А вот там теперь над нами тоже вон там поезда ходят. Вот там наверно где-то. А южа на самом верху. Вот видишь, здесь поезда. И еще так и выше вон там. Поезд когда поезд. Проводили поезд. Дети наконец-то. Мы наконец-то увидели как ходят поезда. Ходят в разные места. В том числе и в аэропорт Брюссель отсюда. Изначально мы рассматривали вариант именно передвигаться здесь на поезде. Потому что было бы очень удобно. Но мы прилетаем в аэропорт Лоукостеровский. Лоукостовский как сказать. Не знаю. А не основной аэропорт Брюссель. И куда добираться немножечко не так удобно. Особенно в Мстердам. Сейчас пойдем. Пойдемся наверх. Вот. И поэтому мы оставили эту идею. И решили передвигаться на машине так как-то проще. Хотя если бы мы прилетали в нормальный аэропорт. Ну в центральный скажем так аэропорт Брюссель. То конечно гораздо интереснее. И думаю предушетнее. Хотя у нас в принципе гибридная машина не знаю. Ну короче это был хороший опыт покататься здесь на поездах. Но мы этот вариант вот не стали рассматривать в эту поездку. По озвученному. Срава. Справа. Справа от. Вагдал находится зоопарк. Вот. Если вы любите зоопарки то эта тема для вас. Вы можете посмотреть. Говорят один из самых древних в мире. А мы пойдем в музей алмазов. Потому что зоопарки это не наша тема. Как было написано в комментарии. Врет ваш гугл. Нет тут никакой хуйзи. Да. Может тебе было. А что толку. Давай посмотрим. Сейчас попробуем. Может где-то что-то есть. Короче музей. Ой. Музей алмазов нет. В общем какая-то городская легенда. На которую попадаются многие туристы. Мы не первые. Как нам сейчас сказали. Так. А мы сейчас идем. Называется Antwerpen Comics Museum. Что-то детское. Не знаю. Для детей. А потом может где-нибудь перекусим. Уже нам будет время обеда. Прямо в здании вокзала есть органический магазин. Называется Bio Station. Здесь куча всего вкусного. Не можно подкрепиться всякой едой. Это признак крупного города. Знаете какой. Много разных конфессий. Много разных районов. Вот мы уже здесь побывали. В азиатском районе. Мы там ели суши. Потом в арабском. Мы через него шли. Сейчас мы в еврейском. Во-первых, как я выйду. Хорошо. Наконец-то нашли площадочку, да? Да. Я жду тебе сказать. Сколько? Третий город Бельгия. И до этого в Генте, по-моему, в центре не отбор. Там не слишком. Люди, по-моему, не было смысла искать. А вот в Антвертоне в центре города. Вот эта, кстати, часть похожа на Вене. Тоже такой городской парк. Улица похожа. И мы тут сидим, балдуем. Дети говорят, наконец-то природа. А, да? Устали от этих улиц. Серьезно они так сказали? Им они нафиг не нужны, мне кажется. Ах, ну хоть мы и посмотрим. Я не знаю, что это. Окей, смотри, детей впечатлил этот вокзал. Им понравилось. Что им больше понравилось в вокзале? Как поезд-то входил. Да. Да? Да. Что еще им понравилось? Вы и все. Суши хотели. Суши есть на стали. Ну да. Сейчас я... Непонятно, что хотят дети, чего хотим мы. Как правило, цена расходится. Ничего распогодилось. Завтра дожди. Начинается, по-моему. Ну да. Мы порезали. Это что-то что-то. А, пакетом. Видать, пакетом. Отсюда хлеб берешь, сюда хлеб вставляем. Так, ладно. Тут у нас сейчас будет интим. Давай в Черногории. Как в Черногории дети сказали. Вы скажете, как хлебы делаете. Так. И Любин лаймовый. А? У нас болер. У нас болер не буду. Вот так вот. Реботы у нас сейчас. Это все по фильтрам. Ладно. Города. У нас ужин при свечах. Мы так всегда ужинаем. В этом доме. А у Паши еще? В этом доме. Точно. Я вот сделала на четырех детей, а их же пятеро. Глеб, а ты куда убежишь? А, Паши, Паши. Не ладно. А у сыпи щеки? У детей там вообще... Глеб. 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 Продолжение следует...